Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «День города» и я ее ведущая Олеся Котровская. Главная тема сегодня – индексация пенсий для работающих пенсионеров. Авторы законопроекта продолжают его продвигать. Национальный день донора. Ежедневно на станцию переливания крови приходит порядка 80 человек. Пожароопасный период. Как сегодня следят за обстановкой в лесах региона. С начала апреля рязанские пожарные уже совершили более 800 выездов на возгорание. В подавляющем большинстве случаев причина – человеческий фактор. В деревне Марина Шацкого района от непотушенной сигареты недавно сгорела целая улица – 15 домов. Бесконтрольный пал травы – ежегодно главный бич весны. В деревне Марина Шацкого района сгорела целая улица – 15 домов. Во время облета территории было видно, как огонь вплотную подступал к силу Яростова. Понятно, что с похолоданием актуальность пожароопасного периода стала немного ниже, но самоорганизованность это не должно притуплять. Впереди горячий май, который пожарные, кстати, встретят по-новому. Законопроект предполагает, что в том числе работники противопожарной службы нашей области будут иметь и служебные удостоверения, и знаки различия соответствующие, форменную одежду. Они выполняют действительно государственные функции, очень важные, включая, кстати, тушение пожаров силами подразделений пожарной охраны, которые содержатся за счет областного бюджета. Естественно, люди должны их сразу видеть. Это, кстати, очень серьезно дисциплинирует тех, кому иногда нужно применять меры воздействия. Кому нужно применять меры воздействия из-за неработающих электронных сервисов, губернатор пока не решил, но то, что они будут, подсказывает количество жалоб на местную версию портала Госуслуг. Сегодня попасть на запись к врачу практически нереально. Талонов нет, пишет бездушный автомат. Кажется, за это кому-то скоро прилетит. Все окошки в графике врачей неактивны, ну и, соответственно, запись невозможна. Рязанцы, конечно, хотят же понять вместе со мной, почему так происходит. На самом деле, через Госуслуги можно сделать очень многое сейчас. Это и получить необходимые выплаты, в частности, на детей, льготы необходимые оформить, и многое другое. Налоги заплатить, штрафы оплатить, если они есть какие-то. Ну, просто новости узнать, проголосовать за общественные территории, которые будут потом благоустраиваться благодаря выбору людей. И нам необходимо принять все необходимые меры для того, чтобы электронные сервисы корректно работали, без сбоев, и были максимально удобными в использовании, и, конечно же, не вызывали нареканий со стороны граждан. Нарекания со стороны граждан сегодня в основном на разбитые дороги. У полноценного ремонта теперь будет персональная ответственность. Власти региона закрепили систему новых контрактов, когда из-за проекта, из-за строительства, из-за содержания полотна отвечать будет один подрядчик. Поэтому изначально строить качественно в его же финансовых интересах. Максим Васильев, телекомпания «Город». Ранняя весна – всегда пожароопасное время. Сухая прошлогодняя трава вспыхивает мгновенно. Ветер распространяет огонь молниеносно. Это повторяется из года в год. Опаснее всего лесные пожары. Ведь потушить их гораздо сложнее. Но на страже стоят ведомства. В частности, пожлес. Сухая теплая погода всегда имеет обратную сторону. Выезжающие на природу люди, несмотря на многочисленные предупреждения, жгут костры. И практически каждый год сотрудникам различных ведомств приходится бороться с последствиями возгораний. За обстановкой в лесах региона неустанно следят диспетчерские пункты пожлеса. Региональный пункт диспетчерского управления чем занимается? Это сбор и анализ информации, поступающий из различных источников и от граждан нашей области, и от технических средств, о каких-либо задумлениях. И, естественно, передача этой информации для тех, кто занимается тушением пожаров. Что такое лесные пожары и к чему могут привести возгорание в лесу, все мы помним из августа 2010 года. В сухую безветренную погоду огонь распространяется с невероятной скоростью и занимает огромные территории, а доступ к нему ограничен. Тушение лесных пожаров почти всегда связано с труднодоступностью места возгорания. Поэтому, чтобы добраться до очага, требуется специальная техника. Снега, болота, ход, морал – новое приобретение позже леса. Практика показала, что для доступа в некоторые уголки региона просто необходим подобный вездеход. Машина идеальная для нашей местности. Вся Сибирь-матушка на этих машинах построена. Выбор был не просто так. Высокая проходимость, способность плавать, способность вести до 10 человек экипажа в грузовом отсеке и в кабине болотохода. Возможность разместить емкости с водой и пожарно-техническое вооружение. В арсенале лесных пожарных автомобиль «Урал» большой емкости. В эту махину помещается 9 тонн воды. Используется он для тушения лесных дорог и для подзаправки маленьких, более проходимых транспортных средств. Основные трудяги у нас – это, конечно, маленькие газики. Почему они? Ну, машина высокой проходимости, маневренная, пролезет там по любому бездорожью, пролезет по болоту, по лесу. Диспетчерская служба пожлеса работает круглосуточно. На территории области установлены камеры в 30 точках на высоте около 70 метров, с которых ведется наблюдение за лесными массивами. Камеры позволяют заметить даже маленькое задымление и вовремя среагировать на возгорание. Для нас самое напряженное время работы – это весна, когда сошел снег, травка еще не выросла, и старая, пожухлая, но сухая трава появляется на лугах, полях, в лесу, везде практически. И этот сезон, ну и плюс ко всему 8, то же самое. Кроме того, в распоряжении пожлеса квадрокоптер, беспилотник и тепловизоры. Вся эта техника позволяет своевременно отреагировать на огонь. С помощью тепловизоров сотрудники отслеживают горение торфяников – одно из самых сложных и опасных. Ведь плеть под землей торф может очень долго, распространяясь на большие площади, а заметить очаги снаружи. Без спецтехники очень сложно. Пал сухой травы – еще одно опаснейшее явление для леса. Огонь выжигает траву и зачастую перекидывается на близлежащие лесные массивы. К сожалению, статистика неутешительна. Из года в год регистрируется 200-300 возгораний полей в регионе. К счастью, в этом году от полевых пожаров пока не пострадал лес. Но в целях безопасности легких нашего региона временно стоит воздержаться от выездов на пикники. В Госдуму внесен законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам. Его наверняка ждет непростая судьба, но авторы законопроекта продолжают его продвигать. Подробности далее. В очередной раз большинство в Думе проигнорировало законопроект ЛДПР о ежегодной индексации пенсии для работающих пенсионеров. В ЛДПР уверены, это большая несправедливость. 4 апреля очередная индексация. Но обычные пенсионеры, кто не работает, а кто работает. Поэтому надо всем индексировать пенсию. Это мы будем добиваться. Потом мы хотим хотя бы понизить пенсионный возраст для тех пенсионеров, которые прошли через ветераны боевых действий, им восстановить. Мужчины 60, женщины 55. К сожалению, принят был другой закон. Когда повысили пенсионный возраст, ЛДПР не голосовало. Но, может, теперь поправками мы сможем хотя бы отдельным категориям граждан этот возраст вернуть к прежнему. Фракция ЛДПР выступает за увеличение налога на сверхдоходы. Прошедшее увеличение подоходного налога до 15% для зарабатывающих более 5 миллионов рублей Жириновский считает незначительным. Ну, давайте не будем жалеть богатых. У них достаточно денег. У нас сегодня в стране 10% самых богатых не только в нашей стране, но они богатые в мировом масштабе. Посмотрите, какие яхты самые богатые, дорогие у наших сверхбогатых, сверхбогачей. Ведь за рубежом есть налог на сверхдоходы. Он доходит до 80%. Ты миллиард заработал? Вот давай 800 миллионов в казну. И распределяем дальше среди бедных. То есть это все, что я предлагаю, это все уже мировая практика, так сказать, имеет такой опыт. Казалось бы, так называемые группы смерти отгремели. Кураторов и организаторов нашли и посадили, а их деятельность в соцсетях пресекли. При этом вообще о таком феномене, как группы смерти, спорят до сих пор, были или не были. Но кураторы вот сидят и совсем недавно подали апелляцию. В сентябре прошлого года суд огласил приговор двум подросткам 22 и 24 лет, которые стали кураторами групп смерти. Под их влияние попала юная резанка. Они добились того, чтобы девочка порезала себе руки. Следующим шагом кураторы хотели убедить ее сброситься с высоты. Сделать это не удалось. Девочки оказали психологическую медицинскую помощь. Суд приговорил юношу-куратора к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его сообщница получила условный срок. Они подали апелляцию. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Рязанского областного суда приговор был оставлен в силе. Апелляционные жалобы осужденного и его защитника, в которых они выражали несогласие с квалификацией и назначенным судом наказанием, были также признаны судом и оставлены без удовлетворения. Группы смерти не исчезли. Они мимикрировали, говорят специалисты. Никто не просит разбудить его в определенное время, писать цифры на стене. Сейчас контент в группах отличается. Считается, как группами смерти, вот такой контент около суицидальный, депрессивный. Если родители посмотрят, например, на картинки или кто-то, в общем-то, преподаватели у детей, не все найдут там что-то такое страшное. Но когда такой контент подается изо дня в день, иногда он разбавляется каким-то стихом. То есть одна картинка сама по себе может ничего не значить. Например, есть картинка высотки. Мы такие видим каждый день. Но добавь туда строки о несчастной любви, говорят психологи, и смысл у изображений изменится. А такое можно выкладывать в соцсетях каждый день. На такие вещи и стоит обращать внимание родителям, говорит Елена Иванова. Если родители очень чуткие к эмоциональному состоянию ребенка, они увидят, что ребенок подавлен, что он погрузился в себя, что он вздрагивает, когда сильно задумывается, что-то такое происходит. Но на самом деле все это очень тоже бывает по-разному. Те дети, которые уже приняли для себя какое-то решение, они ведут себя совершенно противоположным образом. Они решение приняли, они уходят в себя, они замыкаются, они становятся гораздо эмоционально теплее к своим родителям. Они как бы с ними прощаются. В таком случае можно поговорить с ребенком, советуют психологи, показать ему, что он важен, спросить, как ему можно помочь. В крайнем случае стоит обратиться к специалистам. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания, Город. 20 апреля – национальный день донора. Его отмечают ежегодно с 2007 года. Сегодня наша съемочная группа посетила пункт переливания крови. У Галины Загорской забирают не кровь, а тромбоциты. Процедура так и называется – тромбоцита Феррес. В одной из больниц города ребенку понадобились тромбоциты. И вот Галина приехала в областную станцию переливания крови. Помогаю детям, просили ребенку, приехала. Теперь пакет с тромбоцитами спасет чью-то жизнь. Конкретно ими не называют, видимо, врачебная тайна. Остальные же сдают кровь. В каждом пакетике по итогу 450 миллилитров. 20 апреля, в национальный день донора, в областной станции переливания крови народу много. В другой день, говорят специалисты, не меньше. Сегодня у нас акция проходит очень активно. У нас очень много молодых людей. То есть у нас сейчас в эту акцию приходит ежедневно 80-70 человек. Вот это количество доноров нам позволяет полностью удовлетворять все заявки медицинских организаций. Кровь каждого донора обследуют на сифилис, гепатит Б и С, ВИЧ. Анализы приходят уже на второй день. Всю собранную доноров кровь помещают сюда. Это электрозамораживатель. Сюда влезает 12 пакетов крови. Все они подвергаются шоковой заморозке. Донором может стать каждый здоровый человек старше 18 лет. Верхняя граница была раньше. Теперь возраст не важен. Главное – здоровье. И вот к акции решили присоединиться и сотрудники Расгвардии. В этом году я уже сдаю кровь второй раз. Поэтому как только появилась возможность сдать кровь, я сразу пошел. Кровь полицейского, инспектора, учителя или студента – здесь она становится просто кровью первой группы. Резус положительный. И в тот момент, когда это необходимо, может спасти чью-то жизнь. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. И на сегодня это все. Еще больше новостей вы сможете увидеть на нашем сайте город62.тв, а также в группе в социальных сетях. Всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова